всем большой пламенный привет ребятки сегодня потеплело на улице но не особо конечно сильно потеплело но в терпимо главное что нет хиуса можно ходить с гайдой пошел гулять с утра и наткнулся на свежий жаячий след ночной и вот туда вот пошел в ту сторону давайте сейчас ребята с вами пройдемся по этому следу попробуем зайца стропить большей вероятности конечно что он ушел в бурелом но вдруг где-то с краю слег если где-то с краю лег то может быть мы его возьмем давайте попробуем а что из этого получится поглядим все ребят всем приятного просмотра так сразу же зарядим 16 калибр наш значит сама крут правый ствол в левый ствол заводской главпатрон это у меня единица без контейнерная а это у меня два ноля контейнерные для ближнего для дальнего выстрела все дужье заведено пойдемте по тропим то неделю сидели дома погоды не было надо немножко кровь разогнать ну и может что-то получится может повезет нам сегодня здесь снег выдуло ветром поэтому он хрустит сейчас дальше пойдем по следу там будет пухляк снег не будет хрустеть это хорошо потому что заяц сейчас далеко слышит и встает далеко поэтому лучше по пухляку идти чтобы заяц меньше слышал и как можно ближе от меня встал если мне повезет вот он жировочный след это след ночной вот он жировал вот его помет а вот жировка судя по помету заяц такой средних размеров вот видит дальник как объел вот он пожирал здесь и пошел пойдемте смотреть куда он пошел так вот у него выходной след след не очень четкий потому что с утра пороша была он есть можно по нему идти и все вот пошел туда вероятнее всего вот в этой согре он и лег буду надеяться что где-то с краю сейчас на пухляк выйдем меньше будет хрустеть так ребята надо на правую руку одеть рукавицу потом вот такую перчатку потому что у меня вот рукавицы и перчатки с собой в рукавицах руки меньше между чем в перчатках но рукавицев нет пальца куркового не выстрелить поэтому одену на вот эту руку рукавицу вот она эту руку от перчатку одену чтобы стрелять можно было сходим с вами этого зайчика по тропим а потом пойдем капкан проверять на бобра вот 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 туда пошел вот крутился жаровал вот здесь вот в этом месте и дальше пошел все идет по краю сокры здесь тоже снег выдуло ветром хрустит все туда вот в бурелом уходит а туда пошел сейчас вот так вот обойду вот там посмотрю с той стороны ребята пошел вот эти заросли вокруг вот он след тот след который заросли заходил вот он выходит и пошел там еще один след есть туда уходит но сейчас пройдемся по этому следу посмотрим куда он идет если в деревню то пойдем по тому следу здесь натоптано много может два зайца было тем более что конец февраля у зайца уже кон начинается вполне возможно их несколько было в общем заяц сюда зашел вот в это место покрутился здесь пожаровался и вот вот он выскочил и пошел в ту сторону здесь под под напутано чуть-чуть следов очень много ребята все избегал заяц активно жировал сегодня распутать трудно будет без собаки тем более что я неопытный охотник на зайца троплением вернее можно сказать вообще у меня на это опыта нет пойду сейчас вот так через согру может где-то здесь лег потому что тут ну реально все избегано по вот этому краю дороги избегано вот так избегано но где-то же он должен был лечь он там целые тропы вот пройду сейчас вот так вот через эту согру может подыму все избита все избита зайца причем следы то все свежие не поймешь куда он же пошел а ну а а а а а а а а а кончика бы сюда сейчас бы кончак распутал а кого здесь такая халатина сегодня стоит и сугробы среди этих следов нашел один не припорошены более-менее свежий не более-менее свежая ночной вот он пошел вот по нему и пойдем других вариантов нет тут все сбито зайцы вот он свежак вот он кормился вот он пошел все идем по этому следу строился прошел туда потом пошел обратно и пошел туда и опять стойку сделал дошел до сюда посетила отпрыгнул и пошел обратно поднял я его вот он суконец поднялся вот он поднялся и пошел туда чуть-чуть я до него не дошел блин вот он лежал вот его лежка вот вот тут он лежал были вот здесь лежал и вот он от меня пошел чуть-чуть до него не дошел сейчас может обрежу его где-нибудь давайте попробуем может обрежу его вот так вот зайду с той стороны вон она пальцем нельзя показывать но покажу вон она его лежка он где лежал блин чуть-чуть я не дошел до него вот я в тех кустах был а он здесь поднялся и пошел от меня блин как мне не хватает второго номера кто бы знала ладно попробуем обрезать пытаюсь обрезать сайта может пойдет обратно вот и вот ребят вот его гонный след я попытался думаю может срежу его может он оттуда поднялся вот и так вот эту с огорку перейдет насквозь и повернет и пойдет туда а он ребят дунул по прямой почесал в ту сторону вот так вот ребята зайца подымаю вытрапливаю до лежки а подымается он далеко я его не вижу второго номера жалко нет если был второй номер он бы пошел вокруг вот этой солны я бы пошел по следу потому что там две с двойки было заяц следы путал и шел на лёжку уже но нет у меня второго номера а собакам уже глубокий снег и мороз на ну хотя бы я его вытропил это уже большой успех ладно попробую сейчас вот так пойти может быть он сейчас вот так вот пройдет вот так вот и обратно пойдет к лёжке может срежу его еще заяц ушел по направлению вдоль дороги я ребята пойду в противоположной стороне по направлению вдоль вот этой поселковой дороги лёжка находится сзади меня примерно ну метров 150 короче делаю ставку на то что заяц пойдет вдоль вот этой дороги зайдет в согру пойдет по согре и будет возвращаться на лёжку и возможно я его срежу в пересеку с ним попробую если нет то все мы его не возьмем идти за ним погонному следу смысла нет его никогда не догонишь снег ребята так предательский хрустит вот как-то зайцы срежешь с таким хрустом он никогда на меня не пойдет постоял там подождал думал может заяц пройдет вот так вот вдоль вот этой вот согреки и на лёжку вернется нет иду в общем навстречу сейчас дойду до того тоннеля и посмотрю куда там заяц ушел следа нет здесь свежего здесь не проходил сейчас попробую прям в саму согру зайти жалко блин конечно ребята чуть-чуть я до него не дошел 2 с двойки нашел хоть я опыта никакого не имеют рупления но я-то начинаю понимать уже немножечко все происходит я думал что он где-то еще там рядышком лег чуть-чуть не дошел до него заяц не лежал он до последнего заранее поднялся тут тоже ребят натоптано о-го-го следов кормовых но эти все следы припорошены наш заяц здесь не проходил попробую с той стороны согры пойти практически всю согру уже обошел ребята следа нашего зайца нету смотрите мужики вот еще один заяц поднялся я пока там по согре шел подшумел его очевидно вот он поднялся и почесал вот он прыжками пошел гонный след были как же хреново без второго номера так ладно сейчас пойду посмотрю куда первый наш заяц сделал а потом по этим следам пройдусь вот он мой заяц которого я поднял как я и говорил он вдоль вот этой вот федеральной трассы пошел дошел до этой согры ребята и зашел вот в эту согру вот он след идет зашел в эту согру и очевидно скорее всего он хотел вот так вот ведь по вдоль вот этой согры пойти а я дурак шел навстречу и его шугнул и вот тот след который я только что он показывал говорил что вот еще один заяц поднялся это ребята как раз мой заяц и есть я его шуманул он там он развернулся выскочил и пошел туда надо было мне там постоять чуть-чуть он видите вот здесь он уже вот там у него еще быстрый след а здесь он уже на такой тихий след перешел а там он опять лупанул ну чё сделаешь это охота если бы везде все тонкости тропления зайца знал всех бы зайцев наверно выбил но я только учусь программу минимум я выполнил зайца поднял ладно сейчас вот там проголызина есть пройду и пойду вот так по следу вдоль дороги не пошел вон он его след сейчас я только прошел идет к сельхозхимии сейчас пройдусь до сельхозхимии посмотрю уйдет он туда нет но пойду все равно вот так краем дороги потому что он может сейчас петлю сделать и он туда вернуться сейчас вам покажу ребята где он усвистал вот вот он умножает и вот он чешет вот тут сельхозхимия буквально 50 метров начинается бойня забойный сельхозхимия раньше было он сейчас может либо на сельхозхимии уйти либо петлю сделать и пойти так я пойду сейчас вдоль дороги вдруг мы с ним встретимся а вот 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 там впереди 150 метров и лес заканчивается трасса идет и дальше начинается деревня может быть вот так петлю сделает и на меня пойдет что ребят как я и говорил косой свалил сельхозхимии через дорогу и к сельхоз химии свалил на туда ребят смысла нет за ним идти это играть в догонялки бесполезная затея поэтому все на сегодня охоту заканчиваю вывод какой из сегодняшней охоты надо было мне все-таки когда я вторую с двойку нашел надо было мне головой кругом вертеть почаще и смотреть я этого зайца просто проглядел он поднялся в 50 метров от двойки то есть в принципе я мог бы его попытаться взять но не судьба я только учусь выводы из моих ошибок я сделал сейчас иду домой наведу баню обсохну пообедаю и мы с вами ребята пойдем снимать капкан на бобра охоту на пушного зверя мы сегодня будем завершать возможно если будет более-менее нормальная погода то я возьму гайду и мы с ней 23 числа выходной праздничный день сходим недалеко от дома попытаемся зайца погонять крайний раз в сезоне 23-24 на пушнину так что ребята не отключайтесь надеюсь вам было интересно увидимся сегодня на проверке капканов